Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня мы с вами поговорим о художественной обработке камня. Конечно, здесь вопрос можно разделить на две части. Вот каменное убранство городов, прежде всего, связанное в XVIII веке, например, в России, со строительством Санкт-Петербурга, где требовались изделия всевозможные, начиная от каких-нибудь папиросниц, заканчивая убранством каменным интерьера, лепниной и гранитных набережных, обустройством этих гранитных набережных в новой столице России. И, конечно, это места традиционной дислокации народных художественных промыслов. Для того, чтобы дать верное представление о развитии искусства художественной обработки камня, нужно несколько слов сказать о камнях. Камни делятся на поделочные, полудрагоценные и драгоценные. Поделочные камни бывают твёрдые. Например, твёрдые – агат, лазурит, яшма, нефрит, чироит, оникс, родонит, холцедон и другие. Средние – это ангидрит, мрамор, малахит и другие. И мягкие – алебастр, гипсовый камень и другие. Есть ещё камни так называемого органического происхождения, естественного происхождения, широко употреблявшиеся и употребляющиеся в народных художественных промыслах. Это жемчуг, коралл, янтарь. К полудрагоценным камням относят аквамарин, аметист, бирюзу. К драгоценным – изумруд, сафир. И, конечно, можно привести много-много разнообразных камней. Благо, что у нас страна богата природными ископаемыми. И бом вот этого минералогического камнеискательства обозначился наиболее полно во второй половине XVIII века. Но традиционные народно-художественные промыслы можно выделить в Пермской области – это Кунгурский, в Алтайском крае – Колывановский, в Нижегородской области – Барнуковский, можно выделить Краснодарский, Екатеринбургский и Калининградский. Но, естественно, что в Петербурге, когда была основана Петерговская гранильная фабрика в 1712 году, то она послужила примером для устроения таких же производств и на Колыване, и в Екатеринбурге. Вот это существо вопроса. Конечно же, все корни уходят глубоко в искусство Древней Руси, в обработке камня в Древней Руси артелями камнерезчиков. Но, конечно, многое связано с церковным строительством. Так как деревянные церкви, дерево было подвержено и гниению, и часто горело, то нужно было заменять эти временные деревянные храмы каменными храмами. И это тоже подстегнуло расцвет художественной обработки, развития художественной обработки камня. Ну и, естественно, что вот те принципы в древнерусском зодчестве, заложенные в искусство обработки камня, они потом развивались и дальше, в тот период, когда в XVIII веке к нам пришли уже западноевропейские стили. Петровская барокко, Елизаветинская барокко, в Москве Нарышкинская барокко, классицизм, рококо. И, конечно же, вот все эти европейские стили, они были переосмыслены на национальной русской основе. Об этом писал и Краснобаев в своих очерках о русской культуре XVIII века. Вот это главное. И вот мы сейчас с вами посмотрим, какие прекрасные образцы были даны в искусстве России в плане художественной обработки камня. И, конечно же, здесь возьмем работы мастеров, связанные с оформлением городов. Прежде всего, Санкт-Петербурга, вот каменное убранство которого поражает всех, поражает воображение. Я хочу вспомнить о древнерусских храмах, о церкви Спаса на Нерле, о Дмитровском соборе во Владимире, о Георгиевском соборе в Юрьеве-Польском, например. Вот в келевидных завершениях над порталами помещены были фигуры Богоматери Аранты, Святого Георгия и Диисус. Колонны на углах фасада имели четырехликие капители, а стволы их опоясаны валиками с человеческими масками. Посреди здания проходит углубленный в стену аркатурный пояс с колонками, увенчанными трехлопастными арочками, имеющими келевидные завершения. Между колонками помещаются изображения святых и Диисус. Вот я вам сейчас дам деталь. Композиция, получившая впоследствии, как и аркатурные ряды с трехлопастными арочками, широкое распространение в русских иконостасах. Выше расположены отдельные разрозненные плиты с фигурами святых, ангелов, херумимов, и наряду с ними человеческие львиные маски, а также изображения фантастических существ – кентавров, грифонов, птиц-сиренов. Сохранившиеся фигуры святых и ангелов входили в композиции праздников и распятия, и библейских сцен. Эти сюжетные композиции украшали закомары фасадов. Под ними помещались маски, соединенные с сочным растительным побегом, а еще ниже – многочисленные изображения фантастических зверей и птиц, заполнявшие стены вплоть до аркатурного пояса. Вот мы видим здесь, что вся поверхность стен этого собора от соколя до закомара покрыта великолепными кружевными узорами белокаменной резьбы, которая придавала архитектурным формам особую легкость и красоту. От древнего храма, к сожалению, сохранились только нижние части стен. Московский зодчий в 1471 году, Московский зодчий Ермолин заново восстанавливал этот храм. Здесь и орнаментальные мотивы, и церковные. Фигуры святых, религиозные сцены решены в довольно высоком рельефе. Они вырезались предварительно на отдельных плитах и потом уже вставлялись в стену здания. Растительный же орнамент выполнялся прямо на стенах собора, при этом на поверхность камня сначала наносился рисунок, потом вокруг него вынимался фон на глубину одного сантиметра, после чего отделывались детали. Растительный орнамент, занимающий основное место в резном декоре Георгиевского собора, состоит из двойных стеблей, которые, находясь, образуют симметричные композиции из плавных широких завитков, заканчивающихся фантастическим цветком, напоминающим басменные узоры или трехлистники. Вот очень показательный пример Георгиевский собор в Юрьево-Польском. И мы здесь видим и фантастические завершения капителей, и сам принцип резьбы, приема резьбы, и сама орнаментика, она очень характерна и показательна для всего древнерусского искусства. Вот я уже говорила о птицах-сиренах, которые были распространены и в росписи по дереву, и в резьбе по дереву, и в резьбе по камню, они тоже перешли сюда. Вот то, что мы потом не увидим в эпоху барокко и в эпоху классицизма, мы там увидим другие фигуры, каменные скульптуры и рельефы, барельефы, горельефы. Но птица-сирен, она восходит семантически, ряд восходит еще к тем птицам, с тем сиренам, которых слушал Одиссей. Из греческой мифологии берет свои истоки птица-сирен. Она также у нас ассоциируется тоже с русалками русскими и фараонками, тоже излюбленными сюжетами, и в резьбе по камню, и в резьбе по дереву. И это женщины с рыбьими хвостами. Но как же быть с выражением Пушкина, русалка на ветвях сидит? И почему птица-сирен часто изображается именно с крыльями и летающей? Но дело тут в том, что где степная, лесостепная полоса была, и мало было озер и рек, то там представления были о птицах-сиренах, летающих, о русалках, которые жили на деревьях и летали. То есть здесь мы вот это представление как раз и видим отраженным на стенах храма. То есть такой звериный стиль, вот это вот кентавромахия, грифоны, кентавры, львы, вот это еще отголоски того звериного стиля, который господствовал практически во всех искусствах на ранних стадиях, на ранних фазах их развития. Но в то же время вот искусство резьбы по камню было очень чувствительно к изменению сюжетов, к изменению образов и к принятию вот христианских символов веры. И что касается вот принципов, мы видим здесь, что резьба на плоскости фасада, она подчинена архитектурному объему, архитектурным массам, архитектонике соборов. Если вы помните, то в Древней Руси распространенными типами храмов были базиликальные типы, трех, пяти нефная, а в Софии Киевской тринадцати нефная базилика, изальные типы храмов. И вот увязка этой резьбы, а потом впоследствии и лепнины, которые мы увидим с вами, с объемно-планировочным решением всего архитектурного сооружения, она очень тонкая эта увязка. И мы увидим здесь соподчиненность осей, лепнины и колонн, и фризов. Все это имеет место, и это говорит о высокой культуре резьбы по камню. Я хочу показать вот уже скульптуру и лепной декор в овальном зале Елагина дворца в Петербурге Карла Росси. Это 1818-1822 год. И вы видите, что вот эта вот культура, да, древнерусская культура обработки поверхности стены, здесь интерьера, она здесь присутствует. Хотя здесь мы видим уже ордерную систему, свойственную классицизму, ионический ордер, и вот арочки, кронштейны. Все это фриз, все это богатство и великолепие архитектурного декора. И одновременно я хочу поставить опять-таки вот собор Юрия Польском. В белокаменной резьбе древнерусских храмов получили свое отражение почти все наиболее характерные для этой эпохи изобразительные и орнаментальные мотивы, аналогии которым можно найти в деревянной резьбе, басме, рукописном орнаменте, скане, гравировке, эмали. Влияние вот этой вот белокаменной резьбы сказывается в той или иной форме на развитие русской резьбы по камню и дереву на протяжении ряда столетий. Каждая архитектурная деталь выделена и подчеркнута иным построением, иным масштабом элементов, украшающие ее белокаменной резьбы. Посмотрите, здесь словно в кружево превращается плоскость стены. То же самое явление в барокко мы увидим. Поверхность рельефа обработана при помощи трех приемов – сдвоенного контура, двух сходящихся к середине срезов и тонкой штриховки. Причем каждый из этих приемов по-своему подчеркивает форму изображений. Особенным совершенством отличаются в белокаменной резьбе Георгиевского собора образы тератологического стиля. Грифоны с головой и крыльями петуха на теле зверя, гепарды с хвостом, заканчивающимся трехлистным цветком и веткой в пасти птицы сирен и другие. Элементы сказочного и реального соединены в них вполне естественно и органически, что придает изумительную жизненную убедительность этим фантастическим существам. Причем мускулы на теле зверей, обратите внимание, их шерсть, завитки гривы, оперение птиц становятся частью орнаментального узора. И вот этот принцип лепки и принцип обработки стены, он сохранится и в других стилистиках того же барокко и того же классицизма. Но если, допустим, в барокко стена превращается вообще в декорацию и там налицо слияние всех видов искусств, то в классицизм все-таки оперируя той же ордерной системой, он старается сохранить самостоятельность разных видов искусств, скульптуры и архитектуры. И от такой торжественности и пышности оперировать понятиями ясности, пропорциональности, там, самоштабности. Вот. Но классицизм, конечно, взывает к гражданскому чувству и уму. Вот эта вот настроенность, образная настроенность, она характерна. И если в древнерусской резьбе мы видим и сюжеты, и образы сказочные, фантастические и христианские, православные, то в барокко и в классицизме здесь господствует ордер и господствуют также аллегории, аллегорические статуи, символы, эмблемы, имеющие такой индексальный смысл. И вот я покажу этот пример. У нас здесь декоративная скульптура надвратной башней Адмиралтейства в Петербурге. Сделано в 1912-1923 годах выпускниками Петербургской Академии Художеств, Щедриным, Теребеневым и другими. Вот посмотрите, как здесь четко все сходится к одному центру, к одной оси, к центральному входу. Здесь как нарастает эта пластичность к верху, к шпилю. И здесь фигуры аллегорические. Слав на брельефе, да, и вот тоже аллегорические фигуры. Ну и венки, и всевозможные аксессуары классицизма. Я показываю в таком же стиле сделанную декоративную скульптуру арки главного штаба в Петербурге. Трудились на дне Демут Малиновский и Пименов чуть позже, в 1927-28 годах. И посмотрите, здесь то же самое. Фигуры слав и фурнитура в арках, и скульптура круглая, объемная, и, конечно, венчающие уже повозка с конями и с фигурой славы тоже. Торжественность, такая принципиальность, ясность, четкость. Вот это вот гражданственный пафос такой, такого декоративного решения, декоративного узорочья вот этой арки главного штаба. Но я здесь не берусь говорить о градостроительном решении этого сооружения, потому что оно тоже восхищает своим уникальным приемом. И, конечно, вот посмотрим тоже профессор Академии художеств Петербургской Клод сделал скульптурную игру Панечкова моста в Петербурге. Это фрагмент. Это 1841 год. Конечно, это уже академическая пластика и по академическим канонам сделано. Я хочу еще обратить ваше внимание в плане каменного убранства и совершенства построения скульптурного украшения городов. Я еще хочу обратиться к так называемой мемориальной скульптуре. Ведь на Руси испокон веков ставились на могилах чаще всего либо кресты деревянные, но тоже с резьбой. Чаще на нем изображалось распятие. Либо это были гранитные кресты, каменные кресты, либо это были плиты, надгробные плиты. И вот надгробные плиты ставились, и также саркофаги, где мощи святых были, ставились в храмах. Ктитры храма, то есть жертвователь на храм, они завещали порой похоронить себя в этой церкви. И вот по мере усложнения декоративного решения такого рода скульптуры, каменной обработки камня, мы можем говорить, когда барокко пришло в Россию и классицизм, и там появляются соответствующие тоже символы и эмблемы в виде картуш, цветов, плодов, гирлянды. И вот эти вот надгробия, это, конечно, ценный источник для изучения резьбы по камню. И это будь то Донской монастырь в Москве, будь то Сретенский монастырь в Москве, будь то Александра Невская лавра в Санкт-Петербурге. И вот я как раз некрополь Александра Невской лавры вам ставлю. Традиционно это была фигура плакальщиц, да, или вот, посмотрите, ангел смерти, аллегория, да, ангел смерти и факел жизни с огнем, выпавший из его рук. Вот также могила римского Корсакова, такой цветущий новгородский крест, и тоже решен каменным со святыми, с Богородицей, с ликом Спасителя. И все это великолепный образец. И общий вид Александра Невской лавры, некрополя Александра Невской лавры здесь и урны, здесь и плакальщицы. Ну и вот посмотрите, тоже решение великолепное. Я хочу обратить внимание ваше вот на гром камень, который везли для того, чтобы установить под скульптурой Петра Первого. Этот гром камень был указан крестьянином Вишняковым Семеном Григорьевичем в лесистой местности недалеко под Петербургом деревни Лахта. Особого внимания, конечно, заслуживают вот вазы, но я уже говорила, что вазы бывают декоративные. Это вазы в Александра Невской лавре, урна, да, или вот вазы в садах и парках. Их делали и шаровидные, и цилиндрические, и яйцевидные в виде раструбы или высокой тонкой балясины в виде неожиданного сочетания прямых, вогнутых и выпухлых поверхностей, заставляющие по-разному играть один и тот же материал в виде плоских и глубоких чаш на резных подставках или ножках, то метровой величины, то всего в несколько сантиметров. Таковы разнообразнейшие формы, которыми художники и мастера того времени заставляли камень говорить все, что он мог сказать, выразить всю его сокровенную красоту. Вот там вазы из яшмы, например. Посмотрите, здесь и фактура, материалы, и цвет огромное значение имеет. Но я опять вернусь к Петербургу, и посмотрите, стрелка Васильевского острова, создание биржи. Архитектор Тамада Тамон продумал, как организовать и архитектурное, и декоративно-скульптурное убранство вот этого вот спуска к Неве. Вот как выглядит эта стрелка Васильевского острова с растральными колоннами. И опять-таки вот очень часто мотив и скульптуры, как он может решаться в монументальных сооружениях и в малых формах. Вот эти маски львов, которые поистине стерегут город на Неве. Ну и опять-таки Тамада Тамон, тоже набережная Академии художеств со сфинксами. И летний сад, знаменитый летний сад, который, создание его было начато в 1704 году. Там много, очень много скульптуры. И скульптура поистине великолепна. Это уже Павловск. И опять Петербург, банковский мостик с грифонами. Дорогие друзья, я хочу обратить ваше внимание на следующее, что ансамблевость построения в Санкт-Петербурге, когда учитывается масштаб интерьера, двора, улицы, площади. И тогда получается вот эта красота каменного убранства. Ну а я с вами прощаюсь. До свидания. Всего доброго.